Мир вам и Божие благословения, дорогие отцы, матери, братья и сестры! Мы с вами вместе проходим поприще рождественского поста. Во время поста традиционно каждый христианин старается изменить свою жизнь к лучшему, не только соблюдением диеты, пищи, но и духовно возрастая. Напоминаю всем вам, те, кто имеет здравие душевное и телесное, мы во время рождественского поста кушаем пищу растительного происхождения, и когда есть праздник почитаемого святого, и в субботу и воскресенье мы дополнительно вкушаем рыбу. Те, кто по какой-либо причине не имеет такого крепкого здравия, те по благословению священно-началия и по рекомендации врача могут ослабить свой пост. Это регламентируется у каждого священника в том храме, куда вам лучше и ближе пойти. Самое важное во время поста, чтобы мы очистили свою совесть, укрепили свою душу благими, добрыми делами. В первую очередь, как говорят святые отцы, должны поститься наши глаза, уши, язык, руки и ноги. То есть мы не должны стремиться к деланию какой-либо неправды или какого-либо греха, а должны стремиться к исправлению себя, к совершенствованию себя и к улучшению самого себя. Нет ничего лучше для того, чтобы изменить себя в лучшую сторону, как покаяние, которое Господь Бог нам дарует, возможность принять Таинца покаяния в любом храме, не только нашего города, но и везде, там, где вас Господь Бог застанет в пути, в дороге. К каждому священнику вы можете во время вечернего богослужения подойти и обратиться к Господу Богу со своим чистосердечным раскаянием, и священник прочитает над вами разрешительную молитву. Покаяние в переводе на русский обозначает изменение ума. Если человек приходит к Господу Богу, он в первую очередь очищает свое сердце, очищает свою душу и он обращается к Господу Богу и говорит, Боже, помоги мне грешному измениться и справиться. И, как говорят святые отцы, покаяние является вторым крещением. И все грехи, которые были у нас, они очищаются, и мы как бы духовно заново нарождаемся. Чем ценна наша земная жизнь? Что мы можем изменить себя в любой момент, но мы ни в коем разе не должны задумываться, что вот еще поживу, потом покаюсь. Неизвестно, когда кого из нас Господь Бог застанет и в какой час, в какую минуту. Ибо сказано святыми отцами, Помни день смертный и вовек не согрешишь. Живи так каждый день, как будто этот день последний на земле. Не забывай, что твоя душа является небесной гражданкой по природе, которую Господь ей Бог даровал. И нам с вами необходимо будет, изменив свою жизнь, обратиться к Господу Богу уже здесь, на земле. И очень важный момент, как учат нас святые наставники, что тот грех, который мы здесь с вами совершаем, если мы очистим совесть покаянием в храме и загланим это добрыми делами, то на небесах в книге жизни будут вычеркнуты эти наши с вами пробелы того или иного проступка, того или иного греха. Грех в переводе на русский это промах, промашка, ошибка. То есть мы ошиблись, мы промахнулись. И мы, осознав это, хотим себя немножечко изменить и направить свое сердце к Богу, как сказано в Священном Писании. Будьте совершенны, как Отец ваш небесный. И получается, смотрите, какая радость, какая красота нам с вами здесь, на земле. Мы, если где-либо мы оступились, то мы можем покаяться и изменить свою жизнь в корне, направить ее к Господу Богу. А лучшие нам помощники в этом, помимо наших небесных покровителей, святых угодников, имена, которые вы носите, это наша дорогая, любимая нами семья. Семья это малая церковь. Каждый из нас, памятуя о том, что в семье у нас является муж, мужчина, образом Господа Бога. Жена, супружница, сподвижница в деле спасения, она является помощницей в деле спасения и она стимволизирует собой церковь, ради которой Христос пришел и очистил нас от греха, от проклятия, от смерти. А дети стимволизируют собой народ Божий. И вот именно в семье, как в училище благочестия, мы с вами учимся прощать друг друга, изменять себя в лучшую сторону, совершенствовать себя друг ради друга. И когда человек по-настоящему любит, то он, конечно же, не только своими словами будет говорить, я тебя люблю, но и делами, своей жизнью будет направлять все доброе, светлое, хорошее, все свои дары и таланты, которые даровал ему Господь Бог, направлять на объект своей любви. И помимо нашей с вами семьи, у нас еще есть наши друзья, родственники, коллеги по работе. И мы должны стремиться, имея мир в сердце, имея радость в душе, мы должны делиться этим друг с другом, ни в коем разе не превозносясь друг над другом. Ибо каждый из нас, он люб и мил Господу Богу. И каждый из нас, он ценен в очах Божьих. И мы должны, по памяту об этом, с бережностью относиться друг к другу. Сейчас в это сложное, трудное, кризисное время, кризис в переводе с греческого обозначает суд Божий. А суд Божий, откуда он появляется? Он появляется от тех наших неправедных действий, от наших грехов, от наших проступков. И чтобы нас остановить, Господь Бог иногда попускает нам какое-либо испытание, чтобы мы встряхнулись, чтобы мы остановились, и чтобы мы направили свою душу к Господу Богу. И в помощь после покаяния нам с вами являются наши посильные добрые дела. Сейчас грядет время рождественских праздников, И каждый из нас может стать рождественским ангелом-хранителем для какого-либо нуждающегося человека. Или даже может стать самим святым Николаем. В том плане, что именно святой Николай на Руси всегда символизировал собой рождественские праздники. И на Западе так он и остался символом праздника Рождества Христова. Ибо Санта-Клаус, это в переводе на русский святой Николай. И персонаж Дед Мороз, он появился в 30-х годах у нас в Советском Союзе. А наши с вами бабушки и прабабушки никогда и не знали никакого Деда Мороза. Они знали святого Николая, как угодника Божьего, который помогает в благих, добрых делах. И делая их бескорыстно, делая их с чистым сердцем, делая их ради Христа. Каждому из нас есть возможность в эти святые предрождественские дни и потом в рождественские святки ради Христа от чистого сердца что-либо сделать доброе и хорошее. Что сделать? Бог вам сам на сердце положит. Но это всегда делайте не на какой-то показ или чтобы вас там похвалили, а если есть возможность тайно сделать, сделайте тайное. Господь, видя тайное, воздаст вам явно. Если вам приходится это делать так, чтобы люди знали, то вы всегда со скромностью скажите, это я сделал по милости Божией и это сделал ради Христа. И дай Господь Бог, чтобы каждому из нас, Господь Бог продлил столько дней нашей с вами жизни, чтобы мы смогли здесь усовершенствовать сами себя, поделиться радостью, добротой с ближним со своим и научить своих детей, своих внуков. Дай Господь, чтобы Бог дал нам дожить и до правнуков, чтобы мы смогли всем им передать благочестивую свою жизнь, пример своей жизни. Ибо сказано в Священном Писании, что род благочестивых всем поколений Богом благословляется. И получается мы с вами вкладываем в каждое доброе дело, каждый благочестивый поступок, мы вкладываем в копилку нашего с вами рода. И через нас и наши дети, и правнуки, и прапраправнуки могут получать от Бога благодать. Вот притча такова. После морского бури одна девочка идет по берегу моря и бросает обратно море морские звезды, которые штормом выкинуло на берег. И один мужчина спрашивает, девочка, что ты делаешь? Она говорит, дядечка, спасай морские звезды. Он улыбнулся и посмотрел на берег морской, там очень было их много выкинуто на берег морской. И говорит, девочка, что ты творишь? Неужели ты всех спасешь? Она, знаете, как Россия мудро ответила, говорит, дядечка, я не знаю, спасу ли я всех, но вот именно эту и сейчас я спасу. Берет эту морскую звезду и бросает ее в море. Вот нам с вами ориентир для добрых дел. Не надо никогда думать о том, что мы там спасем весь мир. Не надо. Давайте спасать самих себя и автоматически ближние будут спасаться вокруг нас. Как сказал преподобный Серафим Саровский, приобретайте Дух Святой и тысячи спасутся вокруг вас. Вот нам ориентир, как нужно жить, соблюдая заповеди Божии и совесть. Живя по совести, мы живем по заповедям Божьим. Ибо, как говорят святые отцы, совесть – это и есть голос Господа Бога в нашем сердце. И обычно, по традиции, люди, которые имеют ту или иную немощь, они, помимо покаяния, они стараются причаститься к святых христовых тайн и приступить к таинству соборования, гелиопомазания. Вот в нашем храме Донской иконы Божьей Матери таинство соборования, гелиопомазания, будет происходить в последнюю субботу этого года, 31 декабря, в 9 часов 20 минут начнется соборование. И уже по окончании вот этого уходящего года каждый из нас сможет приступить к таинствам церкви покаяния, гелиопомазания, соборования и святого причастия. Мне кажется, нет ничего лучшего подытожить свой год очищением своего сердца и души от прошлых неурядиц, от каких-то грехов, ошибок, промахов и с чистым сердцем вступить в новый 2017 год. И тем более символично, что воскресная служба первого дня года выпадает в этом году на 1 января. И вот нам с вами есть возможность, знаете, есть такое значение, как год начнешь, так год и проведешь. Есть возможность нам год начать с покаяния, с очищения сердца, с соборования и с причастия святых христовых тайн. Ибо сказано, что тело и кровь Господня очищает нас от всякого греха. И после очищения себя мы можем более усердно, усиленно молиться и Бог нам будет даровать силы. Благодать Божья в переводе на русский обозначает сила Божья. Откуда она берется? «Придите ко мне, говорит Господь, все труждающиеся и обремененные, и возьмите иго мое на себе, ибо оно легко есть, ибо иго мое благо». Вот, дорогие братья и сестры, нам с вами ориентир. Сам Господь Бог. Если мы будем сохранять мир в своем сердце, значит Бог будет в нашей душе. Если мы будем в течение этого года уходящего или в течение будущего года, вообще в течение всей нашей жизни. Если мы будем сохранять кротость, милосердие, если мы будем иметь радостный дух, то мы будем пребывать с Господом Богом. Ибо Господь Бог, Он есть любовь, Он есть мир. И в том сердце, где пребывает мир и любовь, там есть Господь Бог. И получается, смотрите, как говорят святые отцы, тот, кто гневается, у того ад в душе. Вот интересный получается какой показатель. Если мы с вами хотим быть с Богом, то мы по-любому должны не раздражаться, не гневаться, не ссориться, не скандалить. Мы должны иметь мир в своем сердце, и мы должны иметь радость в своей душе и делиться этой радостью. Как говорил преподобный Серафим Саровский, каждому пришедшему к нему, радость моя, Христос воскресе. О, какая милость Божья каждому из нас. И, дорогие братья и сестры, есть такая благочестивая традиция. По окончании какого-либо периода времени, обычно это или календарный год, или год от вашего рождения, каждый человек садится и переоценивает ушедшее время, и смотрит, делает выводы, и намечает какой-то план на будущую работу над самим собой, и на будущие добрые, благие дела, которые он постарается с Божьей помощью сделать. И очень важно в эти дни предрождественские, предновогодние, переоценить свои прошедшие в этом году дела и посмотреть, что бы можно было улучшить в самих себе, что бы можно было бы, от какого бы недостатка избавиться с Божьей помощью, и какую добродетель приобрести с Божьей помощью. Дай Бог, чтобы Господь Бог помог вам, ибо просящему дастся, и стучащему отвориться. Мы должны не забывать, что каждый из нас может обратиться к Господу Богу со своей покаянной молитвой, со своей просительной молитвой и со своей благодарственной молитвой. Молитва – это общение души с Господом Богом, когда мы молимся, мы обращаем свое сердце и душу к Господу Богу. Боже, помоги! Боже, спаси и сохрани нас! Боже, благослови наш род своей милостью и благодатью! И когда мы читаем Слово Божье, Святое Евангелие, то Сам Господь Бог общается с нами через Святое Евангелие. И когда спросили одного святителя, скажите, пожалуйста, дорогой Авва, а почему Евангелие проповедано во всем мире сейчас, но до сих пор существует зло, насилие, какие-то там нестроения и какие-то обиды происходят между людьми? А этот святитель Павел, патриарх Павел Сербский, он знаете, как красиво ответил? Он говорит, если бы Евангелие не стояло у вас на полках, а было в ваших умах и в сердцах, то никогда бы не было вот этой злобы и нестроения, и войн, и каких-либо террористических актов, и актов насилия. Не было бы всего этого, ибо человек, любящий Господа Бога, всем сердцем, всей душой, всем разумением, он по-любому будет любить ближнего своего, а любовь к ближнему, она всегда выражается чем? Делами. Ибо сказано в Священном Писании, что древо познается по плодам, и как говорят святые отцы, что человек познается по делам. У нас есть возможность не только устами веровать в Господа Бога, но и делами показать, что мы истинные христиане. Как сказал один из мудрых наставников, расскажи мне, и я забуду. Покажи мне, и я запомню. Сделай вместе со мной, и я научусь. О, как получается. Не надо смотреть на кого-то. Вот он это сделал, ой, мне это невозможно. Или этот не делает, а почему я это буду делать? Не надо смотреть на тех или на других. Надо смотреть в глубину своего сердца. И те дары и возможности, которые Бог вам дарует, осуществите их в своей жизни. И помните, что все возможно верующему человеку. С Божьей помощью, помолясь, можно и нужно достигать различных духовных, моральных, нравственных высот. Ну и, конечно же, дай Бог, что мы здесь и потрудившись, мы с вами и довольствовались плодами собственных трудов. Но не забывали заповедь. Шесть дней работай, седьмой воскресный. Отдай Господу Богу. Ибо всех дел не переделаешь, как бы ты ни хотел. Всех денег не заработаешь, как бы ты ни хотел. А нужно остановиться, нужно в тишине побыть своего сердца, своей души, обратить свой взор ко Господу Богу и сказать, Боже, помоги мне в сей жизни. И возвращаясь к определению рода молитв, в ситуации определяют их три рода молитв есть. Нами самое любимое, это молитва просительная. Боже, спаси, сохрани и помилуй нас. И это правильная молитва. Ну, не только мы это просим, мы много-много чего другого просим у Господа Бога. И это первая ступень молитвы. Вторая ступень молитвы, это молитва покаянная, когда мы осознаем свои немощи, свои слабости, свои греховности, и мы обращаемся к Господу Богу с молитвой мытаря евангельского. Боже, очисти меня грешного. Боже, милостив буди мне грешному. Мы воплем сердца обращаемся к Господу Богу, понимая свою слабость и свою немощь. А самая высшая молитва, которая нам доступна здесь, на этой земле, молитва благодарения. Мы Бога благодарим за все его добрые дела. Мы говорим, Боже, благодарю Тебя за все. Благодарю Тебя, Господи, за то, что у меня есть. Трижды благодарю за то, чего у меня нет. И Господу слава за все. И не забывайте, братья и сестры, что когда мы приходим в Храм Божий и участвуем в Божественной Литургии, Литургия в переводе на русский обозначает общее дело. Мы вместе с Небесной Церковью, Земная Церковь, молимся Господу Богу и приносим бескровную жертву, жертву, которую Господь Бог установил, ибо Он сказал на Тайной Вечере, что кто будет вкушать его тело и плоть, кто будет пить его святую кровь, которая нам преподается под видом вина и хлеба, святой просфоры, святого Агнца Антидора, мы тем самым приобщаемся к Господу Богу. Ибо мы с вами не людоеды, мы, конечно же, не сможем вкушать настоящую плоть и кровь, ни в коем разе. Господь Бог, Он под видом вина и под видом святого хлеба Агнца. Мы причащаемся святых христовых тайн. Вот недавно в Иерусалиме была открыта надгробная плита гроба Господня, и там, как свидетельствуют очевидцы и ученые, что все подтвердили, что это и есть истинная гробница Господа нашего Иисуса Христа. А в Италии, город Ланчан, было такое чудо, когда один священник усомнился в том, что это истинное тело и кровь Господня. Он подумал, что это, ну, как бы, знаете, традиция. Ну, как может быть вино и как может быть святая просфора Агнец стать телом и кровью Господней. И в момент, когда произносятся самые важные слова на божественной литургии, в момент приложения Духа Святаго к этому хлебу, святому и вину, он увидел ужасное для него чудо, что на дискосе вместо Агнца, который мы выделяем для службы, он видит часть сердца, живого сердца. А в чаше, где святое причастие, он вместо вина святого, он видит кровь. И он в ужасе падает перед престолом, говорит, Боже, прости меня, помилуй меня. И, Боже, благослови, вот избавь меня от всего видения. Но нам маловерным Господь Бог оставил это ланчанское чудо для того, чтобы кто-то, может быть, является скептиком или Фомой неверующим. Вот до сих пор сейчас есть остатки этого чудо. И сейчас в городе Ланчан это современная Италия. Та часть сердца, которая была на дискосе, она, конечно же, засохла, но она осталась нетленная. А кровь, она сгустилась в пять пять желеобразных шариков, которые по объему разные, а по весу одинаковые. И когда их соединяют все пять в один вес, получается тот же самый вес, как будто это было одну бы взвешивали. Удивительное чудо, которое ученые не могут понять. И ученым была в прошлом веке, в 60-х годах возможность изучить это чудо. Ученые разных институтов, разных народов, они были допущены Папой Римским к этой святыне. И они увидели, что это по-нашему первая группа крови резус положительный. Если вы помните, то первая группа крови, она является универсальным донором. То есть первая группа крови, она может подойти любому из нас с вами. И это еще раз определяет то, что Господь Бог сказал в Евангелии, что я жизнь свою отдаю за вас. И мы должны в благодарность Господу Богу, что Он нас с вами избавил от греха, от проклятия смерти, даровать Ему свое благодарное сердце, даровать Ему свою благочестивую, честную, благородную, достойную жизнь человека. И как говорят святые отцы, Блажен Августин в частности, он говорит так, если ты помни, если у тебя Бог на первом месте, то все остальное будет на своих местах. Сидитель Павел Сепский, патриарх, он так говорит, кто такой человек? Человек это тот, кто помнит, что над ним есть Господь Бог, и что ему будет надо возможность предстать пред Господом и отвечать за все свои дела. Дорогие братья и сестры, не забывайте, что нам с вами необходимо изменять свою жизнь, не ожидая когда-то что-то, вот, когда мы станем там седыми, мудрыми и уже достойными старцами. Нет, сейчас и здесь, и в это время есть возможность прийти в Храм Божий и принести Богу свое покаянное сердце, попросить Бога о помощи, спасении души и поблагодарить Господа за все его благодияния, которые нам даровал. От всего сердца, от всей души, благожелаю вам всем крепкого здравия, души спасения, исполнения ваших молитвенных просьб, чтобы Господь Бог слышал вас, чтобы Господь Бог отвечал на ваши молитвы, чтобы было как можно больше радости в вашем сердце, чтобы было мир и любовь и согласие в ваших семьях, чтобы новый грядущий 2017 год даровал каждому из нас новые возможности для того, чтобы мы стали лучше, добрее, сильнее, благочестивее и благороднее. Храни вас сей Господь, будьте здравы, будьте мудры, будьте добры и будьте Богом хранимым. Храни вас сей Господь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok